Поражаюсь кривизне деталей, восстанавливаю расшивку на лазерном станке и подготавливаю крылок покраски. Всем привет! Меня зовут Бабакин Артём и это второй выпуск истории по сборке Boeing 837 от Звезды. В прошлый раз я подробно рассказал о восстановлении расшивки, шлифовке и полировке иллюминаторов. Если вы не видели тот выпуск, то лучше сначала посмотрите его. Ссылка будет здесь и в описании. А сегодня я покажу первую серьезную проблему, которая ставит под вопрос целесообразность приобретения этого Boeing. Приятного просмотра! Крыло этой модели это одна сплошная боль. Начну с того, что нижняя часть дико кривая. И все бы ничего, если бы не конструкция ответной части. Звезда сделала крыло таким образом, что нижняя часть вкладывается в верхнюю. Да так, что этот вкладыш проваливается и плоскость крыла становится с двумя ступеньками. Придется вклеивать какие-то проставки, чтобы вывести плоскость. Ну ладно, идем дальше. Я приехал сказать, что беда не приходит одна. Звезда в симметрию не умеет, поэтому имеем следующее. Пропуск люка для доступа к топливному баку и обрубок люка, продолжение которого звезда решила не делать. Хорошо, но на другой стороне пропуск отсутствует, как и два крайних люка. Хотя по схеме должно быть симметрично первой части. Да? Какая разница? Продолжение следует... Чтобы вывести плоскость крыла, решил использовать жидкую шпаклевку. В смысле, что крыло кривое и пока шпаклевка медленно сохнет, будет время, чтобы придать планеру необходимую форму. Но это была ошибка. Никогда не повторяйте это дома. Как только я захлопнул детали, шпаклевка изолировалась от воздуха и перестала сохнуть, продолжая оставаться в жидком состоянии. Пришлось еще долго возиться, просушивая ее и растворяя клеем, чтобы хоть как-то приклеить обе половинки. По итогу получилось не особо чисто, но самое главное удалось вывести плоскость. Вторую часть клеил уже на бумажной проставке. Вот это уже правильное решение. Но с учетом, что эти половинки склеиваю на суперклей, крыло выравниваю заранее. Сложив эти части, видим, что шов не совпадает с линией предкрылков и закрылков. Звезда просто от фонаря разрезала эти детали. Плохо? Это по-вашему плохо? Идем по линии закрылков. Сначала все нормально. И здесь хоп, из ниоткуда в никуда пошла новая линия. И вся оставшаяся линия не соответствует прототипу. Выезжающий элемент закрылка вообще другой формы и размера. Здесь аналогичная ситуация. Шов идет не в попад, разрезая сам предкрылок на две части. Ну реально, сделали ведь симпатичное крыло. Но нет. Давайте пустим шоу, чтобы моделист его начал зачищать и убил всю расшивку. Эту модель можно не покупать только из-за этих крыльев. Че ты пристал ко мне? КОНЕЦ Люки для доступа к топливным бакам буду прожигать на лазерном станке. Мне не удалось отыскать чертежи, где были бы видны эти люки. И подготавливаю поверхность симметрично второй половине крыла, взяв за основу схему от звезды. Заранее во внутренней части крыла поэкспериментировал с формой овала и параметрами реза, чтобы понять, как отреагирует пластик. Устанавливаю минимальную мощность и позиционирую деталь. Делать это не особо легко, лазер засвечивает глаза и толком ничего не видно. Само собой работаю в защитных очках, которые дополнительно затеняют видимость. Выставив примерно ровно, запускаю лазер. ГОЛОСНО! Также лазером выжигаю контур закрылка, согласно конструкции прототипа. Попытался спиртом смыть маркер, чтобы продемонстрировать результат. На спирт разъел шпаклевку, чего я вообще не ожидал. И пришлось заново шпаклевать и выжигать. Не могу сказать, что получилось прям супер идеально. Восстанавливаю расшивку таким образом первый раз, но даже такой результат меня порадовал. В общем, чуете? Вот мать твою! Перед нанесением грунта обезжириваю крылья. В прошлое части я задувал фюзеляж грунтом для выявления дефектов сборки. В этот раз он необходим для выделения расшивки. Фюзеляж для этой цели царапал пластик, а в крыле только грунт. Эта процедура сделает расшивку более контрастной. И после многоочисленных слоев краски и глянца, ее можно будет выделить с вывкой. Лучше всего держать пилочку без держателя. При таком восстановлении важно чувствовать остроту зуба и делать пропил в один проход. Что сделать гораздо сложнее, работая с пилочкой в держателе. Шлифую поверхность 2000-й наждачной бумагой. На этом крыло готово к покраске. На стабилизаторе та же хрень, что и с крылом. Нужно шпаклевать, зачищать и восстанавливать реальную деталировку. Звезда, ну зачем такое делать? В этот раз все линии прорезаю по направляющим. В остальном все как и с крылом. Грунтую, выделяю линии и шлифую. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Крыло сильно испортило впечатление от набора, но поверьте, это еще все цветочки. Звезда оставила самое вкусное напоследок. Обязательно подписывайся, чтобы не пропустить. До встречи в следующем выпуске! Субтитры сделал DimaTorzok